Токсичные мученики, родственники, абрюзеры – это те святые люди, та свекровь, святая женщина, которая только ради вас живет. Она всю жизнь детям отдала и мучается, и недоедает, и ходит пешком, чтобы сэкономить, хотя у нее там несколько миллионов на счету лежит. И у нее болит задница, нога, голова, она какого-то хрена прется на эту картошку, какого-то хрена бегает по скидкам. И вот она мучается, страдает ради сына с невесткой, а они такие неблагодарные. Или вот мать, которая только ради сына с дочерью живет, все себя им отдала, все отдала, своей жизни нет, а потом что происходит? Правильно. Мама прожила свою жизнь, проживет и твою. У нас же нарциссизмом заражается, происходит нарциссический захват, они же высасывать начинают. Я же мучился, страдал. Нахрен ты страдаешь, если тебе нравится? Или это пресловутая картошка с огородами, которую дешевле купить, чем раком там усираться? И что там еще вырастет? Нет, если тебе нравится, как хобби. Нет же, требует, чтобы все ходили. Там все эти банки, которые никто не ест, надо мучиться до усрачки. А потом, как говорится, если дома появляется один праведник, остальные становятся мучениками. Токсичные мученики причиняют добро. А та свекровь, которая, вот знаете, я вот сыночка трусики, все перегладила, все сделала, все вот ради него. Настолько достала своей заботы. Или она все для сына с невесткой, все ради них. Таскается, когда ее не спрашивают, лезет, уже задолбалась просто. А самое главное, знаете, у токсичных мучеников, они же вот нихрена не делают, чего попросили. Ну пришли помогать, ну помой полы, сходи в магазин. Нет, им помогать, это тебе над душой стоять, давать кучу тупорылых, тупых. Вообще непрошенный совет – это хамство, это нарушение этики, это с точки зрения психологии пассивная агрессия. Это же активно, это заход сверху. Знаете, совет себе засунь куда подальше. Непрошенный, ты же в позицию сверху. Встаешь ты прям такой, и вот он тут мучается, ради тебя страдает, у тебя куча советов, как кормить ребенка, как дома убираться. Вместо помощи вот такой, а потом она мученица, она страдала, она замуж не вышла, какого-то хрена не вышла замуж. А потом она, естественно, на место мужика сына потащит. Ты даже его сосать будет по-всяческому. От там финансового, социального, да, энергии, они даже энергию забирают. Так, жена говорит, блин, он приехал домой, я весь день с ребенком, я поговорить хочу. Ехал два часа в Москве в пробке. В это время висела мама на телефоне. Мама съела, даже мама эту энергию собрала. Два часа с мамой. А мама вот мучается, страдает. Она ради него страдала, замуж не вышла. Да. Сколько случаев, я знаю, женились там на женщинах с пятью детьми, с четырьмя. Она женился на женщину, у которой там 60 собак в приюте. Дело вообще не в деть. А вот у мучеников всегда есть скрытая выгода. Они мучаются страдать. Чтобы ты до меня должен. Чтобы этим манипулировать. То есть вам внушить вину. Это типичный абьюзер. Нарциссы обожают. Или там нарциссиха мать, будь то там я же мать, или свекровь. Или ваша она будет рассказывать, как она рожала, разорвала всю жопу, все разодралось. Все это будет постоянно. Это как бы вообще некрасиво. Это мальчикам не надо знать. Другие же не рожали. Вот только вот оно разродилось, святая мама. Вот оно как мучилось. А потом вину всадить. И ты маме должен, да? Или ты маме должна? Я жена, я когда прорабатывалась, очень опытный пациент, не зря же говорят, хороший психолог, это камень в огород родителей, там моим родственникам, там булыжники в огород. У меня была комплексная ПТСР из-за придурочной семейки. Так вот у меня на терапии вылезло стыд за мое существование. Причем я его не осознавала. Это 90% неосознанность. Меня терапевт вытаскивает. Я рыдала. У меня такие слезы были. И потом у меня прошли болезни многие. За мое существование мне стыд внушило. Конечно, неосознанно по дурости, но это не обесценивает зла, которое сделала мать и отец. А она мученица, святая женщина. Мученица, понимаете? Когда он появляется, такой мученик, остальные просто туши свет. То есть там взрослые люди потрахались, разродились. А виноваты дети, что они родились. И с этой виной, когда вы живете, поэтому я вам постоянно говорю, прорабатывайтесь. Я уже курсы сделала. Я понимаю, дорого в терапии. Но курсы, они доступны всем. Вы дряни себя вытащите. А если у вас есть стыд и вина внутри, вам трудно потребовать свое. Взять, получать больше денег за свою работу. Мужика нормального выбрать. Окружение нормальное. Потребовать от свекрови к себе хорошего отношения. Это очень важно. Так, давайте еще про токсичных мучеников. Ой, это бабушка. Которая там раком стоит на грядках. Этими банками изнасилует уже всех своих внуков. Вот она ради них мучилась, страдала в жару с гипертонией. Там еще с чем-то у нее там геморрой вылез. У многих эти банки стоят и портятся. Ну, это сейчас большой выбор. Кто-то не ест, да. Там кто-то любит постилки, у кого-то фитнес-питание, кто-то бананы купил, кто-то яблоки. Ну, как бы такие вещи. Вот надо мучить, страдать. А потом, чтобы страдали все. Вот я мучился, страдал. И теперь ты будешь тоже мучиться и страдать. Они же задолбают. О, еще популярные у вот этих токсичных родственников, эти токсичные мученики. Они нихрена не лечатся. Это свекровь, которая толдычит сыну про болячки. Или мать, которая задолбала дочь болячками. Они не лечатся. Это не просто толдычит. Или лечатся. Я видела, у них, понимаете, внутренний саботаж болезни. Это же выгодно болеть, собирать энергию внимания, быть мучеником. Тебе сочувствуются, переживают. Это же вампиризм. Вот сколько бодрячков, старичков, которые там с молитвой встал, носки связал, пошел там внуков выненчил или там, ну, вынен, я пару знаю. Они детей вырастили, все, сделали татухи, кто-то там на лысо побрелся, уехали в Индию на мотоцикле. Попутно от них отвалилась часть родни. Ну, уехали, уехали. У меня вся такая у людей была. Ну, что ты? Лучше сидеть на лавочке и говорить, проститутка пошла. Главное, чтобы человек был счастлив. Вот. И они не лечатся. Или вот ябелых, они лекарства принимают. Им курс два месяца назначили, он три дня пропил, мне не помогает. И он мучается, страдает. Сколько я раз говорила, хрена вытащить эти тележки. Доставка есть, бесплатная, от заказов там на тысячу. Тебе внуки довезут. Нет, надо усраться, сумки притащить. А потом внушить вину. Вы неблагодарные дети, виноваты. Это отчасти привычка страдать. Отчасти там и травмы поколения. Это привычка, понимаете, уже страдать. Человек привык и начал извращенное наслаждение. От этого получать. А вам, кого такое достало, я рекомендую проработать свою вину. Потому что через это они цепляют. Если у вас от таких колбасей, надо прорабатывать вину. Она у меня в полном курсе. Суперсила есть. Там суперсила защиты от нарцисса. Полный курс. В магазине группа он есть. Вот. Поэтому они не лечатся. У них что-то там болит. Если им вылечить, их вылечить, они найдут на чем заморочиться. Следующая популярность. Второй по популярности. Это живет с алкоголиком. Это мученица, святая женщина. Мать, бабка, коту, тетка. Кто там еще? Родственница, подруга, которая живет с алкашом. Сабьюзером, с тираном. Который ее сбивает. Или он ей кровь пьет морально. Она с ним живет. И она ни хрена ничего не делает. Это токсичный мученик. Который растит рядом энергетического паразита. И так как он ее съедает, она начинает токсить других. Всаживая им вину. Тоже токсичный мученик. И потом она думает, что попадет в рай. А хрен она туда попадет. Потому что если делать из любви, там... Из любви ты любимому человеку пить не дашь. Там по-другому надо. Вести не зря с алкашами лечат с алкоголиками, с зависимых. Родственник. Потому что родственники часто способствуют бухачке. Потому что их спасают. А там по-другому себя надо вести. Это тоже токсичный мученик. И думает, я попаду в рай. А хрен ты в рай попадешь. Как говорят один мудрый. Если мы умрем, мы увидим в раю тех, кого мы вообще не ожидали увидеть. Не увидим тех, кого ожидали. Такие вот божедванчики. Такие вот милейшие женщины. А там такое сидит. Ну и может быть удивимся, что мы сами там оказались. Все, что я сегодня вспомнила. Давайте вы вспомните примеры токсичных мучеников. Напишите мне в комментариях. Чем больше, тем лучше. Я, как всегда, с удовольствием почитаю. А вам от Хаски Айны. Привет. Лапки-лапки. Айночка, поздоровайся с девочками. Это моя машинка. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.